Всем привет, с вами Тед, и сегодня у нас 5-минутный обзор на Crown Tick. Стоит ли играть в Crown Tick? Стоит ли покупать Crown Tick? И вообще, что это за игра? Основные её фишки вы сейчас узнаете за кратчайшее время и поймёте, стоит ли, собственно, играть и проходить Crown Tick. Классический рогалик с весьма понятным интуитивным управлением. Вы просыпаетесь в подземелье, на вас надевается говорящая корона с глазом, и, собственно, всё, поехали, история пошла. Управление интуитивное и понятное, как я говорил, мы просто двигаемся вверх-вниз по квадратикам, и при этом это рогалик, я точно не знаю, как правильно назвать, stop motion, грубо говоря. То есть, когда мы стоим, ничего не делаем, ничего не происходит. Но при этом, как только мы делаем любое действие, атака, либо код, все делают своё действие на экране. То есть, вот здесь это отлично заметно. К примеру, у нас двигаются коробки, если мы стоим, естественно, они стоят, мы пропускаем ход, они двигаются. И таким образом у нас проходятся некоторые моменты, то есть, они получаются как головоломка. И это достаточно интересно, разноображивает просто обычные, как бы, передвижения, сражения, гринд. Сражения с монстрами тоже весьма понятные. Мы просто подходим на дальность, с которой мы можем начать атаковать нашим оружием, и, соответственно, атакуем. Монстры погибают. Всё просто, понятно, и, ну, собственно, а что ещё ждать? Тем не менее, у оружия есть свои свойства. К примеру, вот копьё может пробивать через монстра насквозь. Монстры клёвые и разнообразные. Уже буквально на только начальном уровне тренировки вы уже постречаете и голубя в доспехах, и всяких слезняков, и червячков. По сущности, вот этому передвижению игра напоминает недавно вышедшую в опору Lockdown. Кстати, можете посмотреть, вот, в всплывающих подсказках мой обзор на неё, тоже весьма прикольная игра, но от первого лица. Здесь же, в свою очередь, классная, приятная графика, приятная озвучка. Поэтому игра не оставляет каких-то неприятных ощущений. В целом, игра состоит из различных комнат. На начало комнаты у вас появляется, к примеру, шоколад телепорта, где вам выданы ботинки, и вы можете их использовать, естественно, ограниченное количество раз. То есть, вам нужно продумать, хватит ли вам использований, к примеру, на комнату. То есть, у нас даётся три использования. Здесь мы будем использовать первое после того, как пропустим голубя вперёд, и он подсгорит чуть-чуть, используем. Вот у нас кончилась снизу полосочка. Заманиваем голубей в ловушку, то есть, может, практический вести бой. Делаем ещё один скачок и ещё один скачок. Таким образом, мы прошли уровень, не взяв монетки за голубей, но при этом способность восстановилась. Как обычно это происходит в рогариках, в конце подземелья вас ждёт босс, вы с ним будете драться. И, наверное, что самое интересное, как же здесь идёт развитие персонажа. У персонажа есть набор весьма небольшой, но понятный всех характеристик. Очки здоровья, очки маны, атака, мощь навыка, то есть, то, как вы будете использовать свои заклинания, физическая защита, защита от магии, то есть, от элементов. Ну и три рандомных показателя, то есть, рандом здесь такое уклонение, шанс крита и урон критический. А также в этой рогалике, собственно, очень много различных всяких предметов, которые вам будут помогать, вам, собственно, на пути вашем приключении. Какие-то реликвии, которые усиливают вас различным способом, то есть, позволяя получать дополнительные денежки или ещё что-то. Вот. Ну и оружие. Оружия достаточно много, и оно разноплановое. То есть, есть мечи, есть копья, которые бьют через клетку. Есть вот даггеры, есть какие-то галёвые рыбы, топоры и так далее. Есть дальнее оружие, то есть, это пистолеты, винтовки. Ну, где-то здесь можно и лук найти, то есть, выбор оружия тоже хватает. Есть ещё фамильяры. До них, к сожалению, я пока не доходил. Ну и механик в целом тоже хватает. То есть, это разноображивает игру, это прикольно. К примеру, мы видим, вот здесь вот раз лит у нас жир. Да, и все, кто будут ходить по жиру, будут получать дополнительный урон от огня. Уровни, в свою очередь, начинают с того, что вы выбираете какое-то оружие, которое вам получилось заполучить. И это оружие может быть каждый раз разное. То есть, перезапуская уровень, вы получаете различные варианты того, с чем вы можете начать. То есть, по мере прохождения у вас будут открываться новые варианты рандомного этого оружия. В целом, рогалик реально классный. Он не напрягает, он приятен для глаз, что я считаю одной из важнейших, на самом деле, качеств рогаликов, что в них не должно быть противно играть. И поэтому, ребят, эту игру, собственно, вот я показал основные её аспекты. И я думаю, вы уже сможете ответить для себя, нравится вам она или нет. И стоит ли в неё играть, я скажу, да, стоит. Потому что реально игра интересная, приятная. И стоит ей уделить внимание. Поэтому, приятного игры. А с вами был Тед. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok